Ольга Таликина войну встретила в Курске. Ей было всего 12 лет. Наравне с взрослыми рыло окопы. Вспоминает, было страшно. Пули свистели над головой. Был у нас фронт. Немцы стояли у нас. Немцев прогнали. Окопы копали. Немцев прогнали за 7 километров от нашей деревни. В нашей деревне наши остались. И давай, значит, это вот, перестреливаться. И мы вот между 7 километрами на середине мы копали окопы. И вот как наши пули загнали пулемет на купол в церкви, и наши там, они там из земли стреляли. И как начинают стрелять, пули уже свистят, а мы падаем вот в канаву. Ольга Антоновна военные годы помнит в мельчайших подробностях. Это было тяжелое время. После войны она, как и многие односельчане, отправилась в город. Работы никогда не боялась. Одинцова строила вместе с супругом Константином. Работали в метрострое. Мы же приехали сюда. Вот эти наши дома стоят на оврагах. Это же овраги выкапывали здесь глину на кирпичный завод. Вот в Одинцове вот он стоит, кирпичный завод, вот прямо напротив станции. Они же туда, и вот прямо на этих, на этих, этих самых развалинах, или как их сказать, побыкапывали вот эти все. И вот это мы здесь строили. Глава округа Андрей Иванов приготовил для ветеранов и участников Великой Отечественной войны новогодние подарки. Ольга Антоновна была приятно удивлена такому вниманию. В роли Деда Мороза и Снегурочки в этот раз выступили Татьяна Одинцова и Андрей Будков. Очередная акция для наших любимых ветеранов и участников Великой Отечественной войны. В данном случае это участник, который защищал нашу Родину в первые минуты нашей Великой Отечественной войны. Ольга Антоновна копала окопы в свои в 12 лет. Действительно прошла все уроки мужества и сделала все возможное и невозможное еще в детском возрасте. В подростковом, я бы сказала, возрасте. И Родину свою защищала и по сей день защищает и очень любит. За теплой душевной беседой прошла встреча. Татьяна Одинцова пообещала исполнить желание хозяйки. Скоро у Ольги Антоновны появится новая микроволновка. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.